До экзамена еще полтора часа, но выпускники уже собираются перед школой. Одни листают учебные материалы, повторяют трудные темы, а другие рассказывают, как готовились к одному из самых сложных экзаменов – литературе. Сидеть, просто 24 часа в сутки, читать, анализировать произведения, читать статьи критиков, читать, читать и много-много читать. И надеяться, что что-то отложилось в памяти и на экзамене выложится в хорошие результаты и баллы. Волнуюсь, конечно, за темы, чтобы все правильно было. ЕГЭ по литературе выбрали почти полторы тысячи донских выпускников. Он нужен для поступления в ВУЗы по таким специальностям, как филология, лингвистика, музыкально-театральное искусство и журналистика. Артем Дмитриев хочет учиться на актера в Московском институте современного искусства. Нужно, конечно, было выучить всю терминологию. Но это просто, можно сказать, решение тестов постоянное, периодическая зубрилка, можно сказать. И, конечно же, это постоянное тренирование письма, то есть своих развернутых ответов. То есть постоянно нужно было тренироваться, писать каждый день практически по сочинению. В экзамене 17 заданий. В первой части надо проанализировать произведения от слова полку Игореве до современной литературы. В основном их проходили с 9 по 11 класс, хотя есть и материалы более ранних классов. Например, «Капитанская дочка Пушкина». А вторая часть – сочинение. Печать производится организаторами в аудиториях, все люди проинструктированы, инструктаж прошел в штабе. В аудиториях ведется онлайн-видеонаблюдение. За нарушениями в ходе ЕГЭ следят общественные наблюдатели. Например, если не будет видно часов, если камеры не будут охватывать полностью всю аудиторию, ну и если будут посторонние предметы, которые могут помешать проведению экзамена. Чтобы сдать литературу, нужно набрать минимум 32 балла. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 5 июля. Екатерина Лободина, Анатолий Рашевский, ДОН-24, Ростов-на-Дону.